Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии днём временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3-5, днём плюс 3-5, гора днём плюс 2-4, ночью до минус 1. В Черкесске облачно с прояснениями. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1-3, днём плюс 2-4. В отделении политической партии КПРФ искренне и душевно поздравили волонтёров группы «Зов Родины» с Новым Годом. Это те люди, которые находятся на передовой. Мамы, жёны, братья и сёстры всем вручили подарки, благодарственные письма. Альбина Ламкова продолжит тему. Решили собрать группу наших мам и таким образом их поддержать, чтобы они улыбнулись, почувствовали, что они не одни, что мы рядом, что мы есть, что мы сила, мы воины тыла. Дружбинские парни поддержали, КПРФ поддержал. Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни общества. Волонтёры группы «Зов Родины» дают себя без остатка служению людям, а значит, служению нашей скорой победе. В зале собрали тех, кто продолжает свой ежедневный волонтёрский подвиг во имя людей и во имя победы. Вместе занимаются сбором и доставкой на передовую гуманитарной помощи. Работают семьями граждан, находящихся на СВО. У Фатимы Мамаевой пятеро детей. С первых дней у нас, с таму старшему, он сейчас на ранении, на реабилитации находится. А так вот оттуда и знаю, что такое ждать. Что такое ждать звонок, слышать заветное слово «мам». Это самое дорогое слово. Так случилось, что многие ребята, не имея отношения к профессии военного, были мобилизованы на зону СВО. Среди них супруг нашей коллеги. Понимаю, что это такое. Мы все ждём их. Как говорится, любой солдат, он силён своим тылом. И мы всё, что можем, всё, что от нас зависит, будем делать, поддерживать их. Ждём всех наших ребят живыми, здоровыми и с победой. Вокруг партии КПРФ сформировалось много гуманитарных групп. Каждому оказывают внимание. С 2014 года наша партия, КПРФ, со всех уголков страны поддерживаем жителей Новороссии в борьбе за свою свободу. А когда вот случилось, с последнего времени началась специальная военная операция, естественно, эта помощь увеличилась кратно. Мы чествуем не только людей, которые оказывают свой вклад в гуманитарную помощь, но это также и матеря наших бойцов, которые сегодня на передовой. Мы считаем, что это наш долг порадовать и поддержать материнское сердце, которое постоянно в ожидании хорошей, доброй весточки с фронта. Помощь бойцам стала своего рода новой общностью людей, которые, несмотря на штатное обеспечение военнослужащих, считают своим долгом помогать находящимся в зоне СВО не только вещами и предметами быта, но и просто добрым словом, имеющим на фронте огромную ценность. Большую помощь оказывают волонтёрам группы ЗОВ Родины «Ребята из дружбы». Скромные жители села решили не называть своих имён. Все участники группы всегда готовы протянуть руку помощи нуждающимся в сложное время. Это большое надо иметь сердце для того, чтобы вот так оказывать помощь непосредственно, безвозмездно практически. Вы прекрасно знаете, что перевозки стоят очень больших денег. Они, можно сказать, экономят. И на эти деньги группа покупает ещё медикаменты, товары и другие необходимые вещи, которые нужны для наших бойцов. Давайте ещё раз поприветствуем Беслану. Беслану Акба вручили памятную медаль 80 лет «Донбасская наступательная операция» от партии КПРФ. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь. С вами через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. В 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok